Илья Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Говорим мы сегодня и о расследовании Алексея Навального, и о реакции российских властей и мирового сообщества. Как вы в целом оцениваете то, что произошло на днях? Это мрачная история. Это совершенно мрачная история. Если разбирать ее с самого начала, если помнить о ее детях. Я прямо скажу, что у нас, может быть, даже те, кто следит за этим, и те, кто слышал что-то об этом событии, они эти детали часто не помнят. Итак, в августе, 20 или 21 августа, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшую из Томска. И самолет экстренно сел. Значит, у него была зафиксирована глубокая кома и отказ дыхательного центра. То есть он не мог дышать самостоятельно. И его спасли благодаря подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Ну, ему какой-то сделали антидот, как мы знали. Как потом мы узнали. То есть омские врачи действовали правильно, грамотно. Но, значит, он находился без сознания примерно 3 недели. И не мог дышать самостоятельно. То есть был парализован дыхательный центр. Если бы вот этих ИВЛ не было, ну, нас сейчас ИВЛ далеко не всегда спасают при известном заболевании нашем. А вот при таких отравлениях ИВЛ спасают. Через 3 недели он пришел в сознание. Через еще несколько дней смог дышать самостоятельно. Но вот я читал отчет этой больницы немецкой, где он находился. Там говорится о том, какие у него там были поражены подсистемы. То есть это было страшное отравление. Это был яд страшной силы. То есть если его вдыхать или там его класть в пищу, то человек, его употребивший, умирает почти за считанное число минут. За считанные минуты. Но дело в том, что вот особенность этого яда в том, как мы поняли все, мы теперь в курсе, понимаете, этих деталей, что его можно нанести на любой участок тела. И человек в течение, ну, не минут, а нескольких часов может погибнуть. На любой участок тела, в этом его. Преимущество. Да, потому как мы понимаем, сейчас речь идет именно о нижнем белье, по крайней мере, последней информации. Да. Да. Ну, то есть я к тому, что, хотя последние вот эти вот эпизоды, они для кого-то носят, ну, такой трагикомический характер. Потому что выяснилось из этого расследования, что наносили на нижнее белье. Но вообще это мрачная история. Очень мрачная. И так вот, что мы имеем. Нам предложены очень серьезные основания полагать, что в этих действиях замешано государство. Ну, потому что это явно был очень яд страшной силы. Такие яды только в распоряжении государства. Просто их в аптеке не купишь, эти вещества, понимаете? И человек находился без сознания там три недели. После этого международная организация и три лаборатории сообщили о том, что этот яд относится к определенной группе нервно-паралитических боевых веществ. Вот мы с этими фактами должны что-то делать. Ну вот что, из тех, кто следит за этими событиями, факты эти, вот эти люди, мы россияне, скажем, факты эти оценили все-таки по-разному. Я думаю, что оценили в зависимости от своих политических симпатий. Вот прямо скажем. Прямо скажем. Провел, по-моему, Левада-центр недавно опрос, буквально последнюю неделю. И там 40 примерно с лишним процентов сказали, что это инсценировка, то есть отравлений не было, это инсценировка, или это провокация западных спецслужб. Но больше 40 процентов. Но это ведь слова Владимира Путина. Да, да, да. А 15 процентов, вот эти факты, которые я вам перечислил, оценили вот эти события, как попытку государства убить лидера оппозиции. Ну, Алексей Навальный, я реально лидер оппозиции, демократической оппозиции. Это правда так, я это признаю. Ну, вот как? К нему можно по-разному относиться, но миллионы людей еще его признают лидером, и все. Итак, вот есть факты, вы сами можете к ним как-то отнестись так или иначе. Но вот в России к ним относятся похоже в зависимости от политических симпатий. Но я могу сказать, что это факты очень серьезные. Очень серьезные, и для меня это драма просто, потому что была попытка убить лидера оппозиции, совершенно откровенно. И явно, что государство в это замешано. Для меня ясно, что государство в это замешано. И последние эпизоды, когда нам вот эта группа, связанная с Алексеем Навальным, рассказала о винах и вообще данных сотрудников ФСБ, и когда мы услышали этот разговор с предполаганным сотрудникам ФСБ, ну, вот этих серьезных оснований для того, чтобы оценивать действия государства как крайне опасные, у нас этих оснований прибавило. А что государство? А государство практически ничего не сказало в ответ. Практически ничего не сказало в ответ. Вот конкретные факты. Три недели он без сознания. Вот у него не работает дыхательный центр. Он НВЛ. Вот данные этих трех лабораторий. Шведской, французской, немецкой. Значит, вот это ОЗХО, организация 56 стран, голосуют, принимают решения о недопустимости использования в политической борьбе отравляющих вещей. Ну, и как бы половина моих соотечественников, ну, как бы это ни слышно. Но это успех пропаганды, да, я считаю, да. А для меня это очень серьезный факт. То есть я их вот как юрист, не знаю, как. Не знаю, да что юрист, просто как думаешь человек, я не могу их игнорировать. Вот реально. Вот я читаю их. И для меня это просто жуткая, мрачная история. Государство в ответ на это говорит, что это провокация. Все, это западная спецслужба. Во всем виноваты там американцы. Точка. Все, больше ничего. Помните в истории со Скрипалями английский Скотланд-Ярд выявил там двух парней, двух человек, которые с его точки зрения, и назвал их имена и фамилии, которые с точки зрения Скотланд-Ярда совершили преступление. Ну да, Петров и Баширов. Помните? Петров и Баширов, да. Это было заявление Скотланд-Ярда. Они говорили, вот они, эти люди, вот их имена и фамилии, вот под какими именами они прилетели в Лондон. Мы считаем, что вот они. И вот на это наша российская власть посчитала, ну, вот необходимым как-то ответить. Ну, потому что граждане-то этим, как бы, вот они, куда их, куда деваться? Можно их показать нужных. И их решили показать. Показать и сказать, что вот два бизнесмена на традиционной ориентации. Ну, какой-то имел эффект, ну, сами помните, да. Но так или иначе, вот государство дало ответ. Ответ Скотланд-Ярду. Вот такой ответ. Насколько он был убедительным, давайте сами судим. Но Путин ведь сказал, что если бы мы хотели, то убили бы. Я, может быть, не точно привожу его слова, но смысл был такой. То есть это можно считать его ответ. То есть, если бы что, довели дело бы до конца. Вот как вы это оцениваете, заявление? Я думаю, что оно было тщательно продумано. Но просто исходя из тех фактов, по которым мы можем судить, исходя из тех фактов, которыми мы обладаем. Вот Навальному становится плохо, вот у него отказывает дыхательный центр, вот его помещают в больницу, там подключают КВЛ. Такое впечатление, что они решили, что оно доведено до конца, и он должен сейчас, вот скоро умереть. Он должен умереть. Вот. Еще день-два. Но там как бы Путин и другой сказал. Он сказал, ну я же вот разрешил его отправить в Германию, да? Разрешил отправить. Вот это тоже как бы важная фраза. Я не знаю, чем руководствовался президент России. А как вы оцениваете пранк Алексея Навального, его разговор с предполагаемым отравителем, Константином Кудрявцевым, и вот многие как раз обратили внимание на то, что у Навального даже не дрогнул голос, когда он говорил со своим возможным убийцей. Ну, я не знаю, не помню, дрогнул, не дрогнул. Он же там довольно долго говорил, 40 с чем-то минут. Но он был убедителен в своей речи, по крайней мере. Да, он, это же был очередной, шестой звонок. Он там пытался говорить с пятью, с вами отравителем, причем он называл им свое имя, он говорил, хотел с ними поговорить, как Алексей Навальный. Они бросали трубки. И вот этот Кудрявцев оказался первым, с кем он решил сыграть в пранк. Первым. Он ему сказал, что он помощник ПАТОВ. Дело вот в чем. Ну, можно по-разному ведь отнестись, по-разному относятся люди к этому разговору. Но это реальное, серьезное обвинение в адресе ФСБ. Это фактически обвинение в адресе ФСБ. Вот гражданин России его предъявляет. И, ну, как вы знаете, было несколько заявлений, заявлений, писем депутатов с требованием возбудить уголовное дело, но он не возбуждается. Вот они приводят основания, доказательства. Ну, а ФСБ что? ФСБ должно как-то отреагировать. Но мы слышим, что оно опять реагирует, говорят, что это просто провокация. Это провокация. А как же с Кудрявцем? Ну, в принципе, ФСБ, наверное, могло бы опровергнуть, просто опровергнуть, для того, чтобы вот те 15%, которые твердо верят в то, что государство пыталось расправиться с лидером позиции, ну вот ФСБ могло бы показать этого Кудрявцена. И сказать, скажем, что его не было вообще в Москве. Он был там на Сахалине, он там спасал, скажем, Кудрявцев сам сказал, да я не говорил с Навальным. Вы меня слышите? Я с ним не говорил. Это чушь. Голос у меня не такой. Да? Можно было бы, наверное, да? Или наоборот, сказать, нет такого сотрудника. Нет. Ну нету. Это вранье. Нет. Мы ничего этого не слышим. То есть, если говорить политически, наверное, это правильно. То есть, и Путин, и ФСБ делают вид, что ничего не произошло и просто игнорируют те обвинения, которые им адресуются. И доказательства. И доказательства. Но политически, наверное, это правильно. Вы видите, значительный человек, граждан России, ну, считает, что нормально. Ладно. Но при этом для тех, кто немножко размышляет над этим, становится что-то понятно. Кудрявцеву это не показывают. А могли бы показать. не отрицают, что он сотрудник. А значит, вот эти доказательства, предъявленные Навального, значит, они основательны. Понимаете? Ну вот как? Если это розыгрыш, если это чушь, если это актер, а не кудрявцев, ну, пусть этот кудрявцев появится или просто ФСБ скажет, что его не было в Москве, в этом моменте. Или такого сотрудника нет. Нет. Ну, а что, на ваш взгляд, это может спровоцировать? Поскольку сейчас мы видели только пока что одного, судя по всему, Виталия Манского, режиссера, который, кстати, проживает в Латвии, в России он был около здания ФСБ с синими трусами, он вышел, и его задержали. Но вот какие-то протестные настроения это может спровоцировать сейчас в более массовом формате, нежели чем одиночные пикеты? Ну, выходит, что нет. Видите? В России значительная часть общества находится в глубокой такой апатии, политической, гражданской апатии. Это вот речь идет о той части общества, которая не верит государству и вообще способна протестовать. Ну, судя по опросу Левадо-центра, это 15%. Это довольно много. Это довольно много. Это более активная молодая часть общества. А 40 с лишним процентов, условно, они полностью доверяют государству. Но это большинство. То есть я доверяю опросам Левадо-центра. То есть 40 и более процентов не собираются протестовать, им, в общем, все равно, либо они согласны. Вот эти 15% пока, как вы видите, тоже не готовы активно выражать свой протест, но в сознании этих людей, да, в сознании этих людей, вероятно, протестное настроение усиливается. Я просто готов признать, что вот сейчас они не готовы как-то активно выражать эти чувства. А позже может быть и выразят. Может быть и выразят. Да. Ну, как вам кажется, это все зайдет с рук для тех, кто все это организовал? Если через какое-то время будет проведено нормальное расследование, я думаю, что оно будет проведено, то все, кто организовывал и осуществлял эту попытку убийства, ответят предзаконом. Но если хотите, я могу сказать, что я уверен, что оно не ответит предзаконом. Вот я уверен в ответ. Да. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время стать нашим гостем. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение. Пожалуйста.